По материи то что? Ну вот по материи вот у нас есть физика элементарных частиц это материя мы лезем вглубь материи в простые формулы материи если мы пойдем в сторону усложнения материальных цепочек у нас за физикой элементарных частиц есть вещественная физика есть дальше химия более сложные соединения какие-то органическая химия биология это более сложные цепочки материи если мы это еще попытаемся наглядно изобразить у нас получится ну такая пирамидка ну по типу египетской ну да нижнее основание это усложненная такая материя биологические связи биология длинные цепочки выше там органическая химия выше физика вверху там элементарных частей физика и совсем вершиной этой пирамиды будет раздел знаний к которому человечество стремится добраться ну да это идеи связанные с зарождением материи ну практически да вот этот раздел ну народ пытается туда добраться получить представление об этом разделе ну в том числе через эксперименты на адронном коллайдере и как бы это передний край науки как туда добраться я этот раздел называю функцией характеристики материи ну саму вершину этой пирамиды чтобы туда добраться ну есть различные пути чтобы туда добраться есть ну способ через эксперименты на адронном коллайдере есть способ добраться туда через логику через что через логику да через логику конечно через научный метод это самый правильный способ ну грубо говоря мы туда добрались и вот этот вот раздел полученный он есть вот сама эта вершинка она есть и что это дает в практическом плане в плане в плане полезности в плане технологий дает это эта штука как бы несколько основных полезных направлений первое направление это физическое ну когда у вас есть полностью протоквантовая разведка материи функции характеристики материи вы понимаете всю физику на всех этапах ну да то есть появляется способ создания технологии не не посредством ну определенного тыка а посредством интеллектуального построения технологий то есть вы берете эту разведку материи на определенном этапе усложнения вы имеете возможность констатировать все свойства все доступные связи для данной материи в данном состоянии и на базе этого вы можете отрабатывать технологию ну например направление ну не только гравитационная тяга не только базовое гравитационное поле а скажем такие технологии как преобразование одной материи в другую трансмутация химических элементов то то есть доступные технологии из разряда промышленного расщепления любой доступной руды на требуемые химические элементы ну это как средневековые алхимики хотели золото делать вот это одно направление развития Виктор очень согласны с тем что та материя с которой мы сейчас работаем она связана с базовым гравитационным полем и ее связи в этой материи определены базовым гравитационным полем она абсолютно зависима от базового гравитационного поля но если прежде чем исследовать материю прежде чем с точки зрения логики мы должны исследовать свойства базов гравитационного поля алексей которая еще не доступна человечеству понимаете алексей который мы ждем алексей вот эта вот информация она вся есть что касательно поля что касательно вот этой первичной материальной развертки это все есть а дайте мне ссылки Виктор я не сказал что это все опубликовано я просто говорю о возможных развитиях о возможном использовании данной информации какие есть возможности для использования данной информации вот я обозначаю направление это совершенно фантастически одно направление это вот это второе направление очень такое полезное перспективное это направление искусственного интеллекта оно тоже оно тоже вытекает вот из этого мотива из протоквантовой развертки из функций характеристик материи и следующее направление это направление у упрощенно можно назвать биоинженерное в прикладном плане или наука о жизни в образовательном плане вот сейчас я в двух словах прокомментирую эти направления да 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 что дает вот эти знания о материи о функциях характеристиках материи в плане искусственного интеллекта материя ну вот как мы по пирамидке поднялись наверх получили вот этот первичный блок функций характеристик материи мы знаем свойства материи мы знаем как данная простая материя может сворачиваться в усложненные формы то есть если мы закладываем вот первичный этот блок функций материи он у нас при данных условиях при данной средней плотности он у нас вернется в периодическую систему химических элементов да и получится не просто там вот эта периодическая система у нас получится скажем прото-квантовая развертка материи включая все частицы и включая химические элементы да ну то есть вы как бы говорите про апгрейд систему таблицы Менделеева я говорю даже не про апгрейд я говорю про ее структурность в плане физического понимания то есть она будет добавлена это как бы вторичный вторичный не имеющие отношения к самой сути проблемы момент это ну скажем есть информационное дерево да содержащие все всю информацию о материи на прото-квантовом уровне и срез этого дерева это химический срез соответствующий нашей данной вселенной если мы меняем показатели вселенной мы получаем другой химический средств и добираемся мы до всего этого логическим способом да через вершинку как раз через вот эту развертку материи через вершинку пирамидки и там ну я объяснял кажется в одном из текстов что преимущество данного метода в отсутствии погрешности тут я приводил пример с логической дельтой чем логическая дельта проход через логические дельты отличаются от наложения вычислений каждый раз когда мы решаем какую-то частную задачу просто посредством вычисления мы получаем определенную погрешность и с каждым шагом вычисления погрешность одна погрешность накладывается на вторую погрешность и у нас получается нарастание погрешности а когда когда я тут с вами согласен хочу также добавить что даже нобелевские премии люди получают за то что определяют степень погрешности например магнитного поля земли вот я недавно читал статью человек получил за то что он в числах определил с какой погрешностью была высчитана напряженность магнитного поля земли так вот применительно к логическим дельтам у нас погрешность как таковая отсутствует объясню принцип словах что такое логическая дельта чтоб на наглядных примерах было понятно а если мы возьмем курочку и попытаемся изменить ее габариты земных условиях то у нас для изменения габаритов курочки есть два пути как бы логическая вилка мы можем изменить размер каждой клеточки увеличить на 40% например или на 300% и можем увеличить количество клеточек из которых состоит курочка то есть два направления если мы закладываем в нашу вычислительную схему не каждый раз конкретный какой-то результат а именно вот такие дельты логические что направо пошел количество клеток то мы уходим от погрешности у нас на данном этапе у нас получается дерево множество возможностей но частная погрешность вычислений отсутствует так так вот если от функций характеристик материи вниз по усложнению запустить всю схему построить вот именно не на сложение погрешности а именно через проход по этим дельтам то у нас получается следующий забавный полезный для практики момент мы можем создать машину искусственный интеллект не требующий астрономических ресурсов вычислительных то есть программным способом хотите да какой будет уже практический инструмент это можно определяться я сейчас про сам принцип говорю про объем информации необходимый к удержанию скажем в мозгу искусственного интеллекта на носителе у нас грубо говоря есть первичная развертка из которой мы можем получить методом усложнения вот из протоквантовой развертки получить систему элементов химических да дальше из этой системы через логические дельты мы можем получить органику органическую химию и биологию мы просто должны там функции жизнеобеспечения заложить в эту конструкцию интеллектуальную и мы получим биологию развертку она будет также через дельты вся прописана дальше мы можем по усложнению уже получить скажем отдельные виды биологии с выходом на социальные формы вот что это подразумевает скажем если сравнить две системы интеллекта построенные через логические дельты и через бытующий способ накопления базы данных ну скажем если абстрагироваться проблематику искусственного интеллекта можно свести к следующим узким задачам одной из которых у нас является накопление базы данных Виктор а вот вы сейчас выруливаете на искусственный интеллект какова цель или задача его создания сейчас Алексей мне бы рассказать схему чтобы она стала наглядной и понятной а дальше можно поговорить о целях и задачах вот для того чтобы у нас хорошо работал искусственный интеллект у него должна быть определенная база данных ну скажем мы ввели какой-то образ какую-то картинку в искусственной интеллект предоставили информацию внешне ну пусть это будет например картинка с куриной печени да чтобы у нас искусственный интеллект идентифицировал строил это изображение куриной печени в свою систему представлений о мире чтобы он мог дальше работать с этой информацией у искусственного интеллекта должна быть база накопленная база знаний о внешнем мире и эта база должна быть структурирована между собой внутренними связями чтобы он мог найти у себя в базе данных информацию что такое печень да что такое органический объект и так далее и так прочее он должен получить ну скажем сравнить входящий образ с образом из базы здесь дальше сразу же возникают трудности следующие чтобы забить в искусственный интеллект максимальное качество описание моделей множество моделей нам надо каждую модель забить в идеальном качестве информации да если мы стремимся к качеству картинки мы упираемся в тупичок что у нас бесконечное качество трехмерной информации описание трехмерной информации у нас требует нереально большого ресурса у нас в принципе одна картинка у нас может быть описано в качестве бесконечность причем трехкратная бесконечность по одной оси бесконечность по второй бесконечность по третьей потом на это на все налагается дополнительные связи нам же эти все каждую картинку надо встроить в структуру чтобы у нас были внутренние связи между моделями созданными в искусственном интеллекте то есть получается большой такой всепоглощающий всепоглощающие требования к ресурсу плюс к этому всему там вот мы когда давали лекцию по бесконечно большим и бесконечно малым величинам вот через эту лекцию можно понять что даже подход современные к бесконечностям к их описаниям он некорректен и проблема кратно усугубляется как бы кто лекцию посмотрел суть проблемы становится понятна так вот суть вопроса основная сводится к чему что когда мы идем через логические дельты через функции характеристики материи то проблема вот этого бесконечного носителя снимается по следующей причине ну вот это вот мы допустим спускаемся по логическим цепочкам от вершины пирамиды по логическим дельтам наша каждая конкретная задача решение каждой конкретной задачи не требует задействования всего ресурса одномоментно то есть ну есть гипотетический такой путь мы собрали эти грубо говоря всю пирамиду и удерживаем ее в памяти машины да и второй путь мы не не создаем всю пирамиду мы сразу уходим по нужным нам дельтам а остальной объем информации мы просто сбрасываем он нам не нужен и удерживаем только тропинку дорожку нужную по дельтам спускаемся до нужного раздела по этим дельтам и собственно задачу решаем уже малым ресурсом на том уровне причем в этом случае нам требуется крайне ограниченная модельная база забитая в машину нам не требуется ну скажем модели которые мы изначально мы все равно должны что-то забить в машину ну да но вот эти модели которые мы туда забиваем они уже могут быть крайне ограничены не требующие большого объема информации потому что структуру самой модели ну как бы мы оболочку модели забиваем в машину какие-то дежурные показатели а саму структуру на физическом на химическом уровне и так далее мы ее свернем каждый раз когда нам потребуется задача от функций характеристик материи когда нам потребуется решение этой задачи то есть мы при построении искусственного интеллекта через вот эти функции характеристики материи через логические дельты мы снимаем основные задачи основную проблематику искусственного интеллекта снимаем те вопросы которые не позволяли искусственный интеллект создать до сих пор и если говорить уже совсем просто это единственный способ создать персонифицированную мыслительную автономную машину искусственный интеллект способную к самоидентификации то есть а все таки цель ее создания теперь давай Алексей про цель создания ну вот допустим решать какие-то задачи можно разными способами можно набрать людей которые сделают требуемые а можно сделать машину которая будет решать нужные задачи если у тебя машина может просчитать всю химию всю биологию то собственно какие еще задачи тебе нужно решать у тебя все может машина требуется только обученные люди которые будут работать с этой машиной и доводить уже получать через нее требуемую информацию и воплощать уже в конкретной технологии через машину мы пробили возможно эта технология или нет просчитали какие материалы требуются для решения конкретной задачи как мы можем эти материалы получить какие требуются для этого физические условия все это нам может помочь реализовать машину это вот просто как один из путей дальше что ты хотел сказать да я хотел сказать что вот вы мне сейчас просто рассказываете про логический способ решения задачи я хотел его сравнить как раз и дать вам подтверждение что все люди смотрят на проблемы по-разному и вот был такой как раз математик Гаус может знаете его как раз в школе учитель задал задачу сосчитать от 1 до 100 ну то есть просто прибавить вся сумма от 1 до 100 вернее он это сделал не ему а всему классу и Гаус такой говорит что ну через 2 минуты что я прибавил я знаю ответ и сказал что это 5050 и учитель такой говорит который сам не знал ответ и задал эту задачу просто чтобы ученики не мешали спросил а как ты это сделал и Гаус говорит что я просто выстроил все цифры в ряд у себя в уме единицу прибавил к 100 у меня получилось 101 потом я 99 прибавил к 2 у меня опять получилось 101 и так я брал цифры с каждого конца я прибавлял и всегда появлялось 101 и таких сумм у меня 50 я 50 умножил на 101 и получилось 5050 эту историю я вам говорю чтобы сказать что вы как логик используете другой способ такой способ для решения задач ну не использует никто я вообще не знаю людей которые бы логическим способом пытались бы создать как вы говорите прото-квантовую развёстку а с моей стороны это апгрейд системы Менделеева с точки зрения влияния базового поля то есть какие свойства элементам даёт базовое эволюционное поле ну там или ещё какие-то дополнительные вещи вот и это для меня конечно вообще крышеснос то есть вы говорите и я так понимаю что и искусственный интеллект он нужен именно для того чтобы все эти свойства просчитать без ошибок чтобы ни одно живое существо нелогичное на планете Земля не внесло туда ошибки Искусственный интеллект это вторичное звено но оно очень полезное я сейчас чтобы мысль не упустить продолжим вот когда мы получаем вот эту квартовую развертку и когда мы сдвигаемся вниз по логическим дельтам мы решаем первоначально физика химия и получается биология там есть ещё один раздел первичное жизнеобеспечение ну про это как бы лучше отдельно потом рассказать ну грубо говоря при наличии этого раздела мы эффективно переходим от химии к биологии и в плане биологии у нас получается точно так же что вы можете выращивать органы это штрих портрет у нас получается получается знание о жизни с точки зрения материи и с точки зрения возможностей материи грубо говоря ну забавная эта тема продления жизни и так далее так прочее вот эти вот все вопросы они опять же могут быть решены точно решены эффективно решены вот именно через функции характеристики материи через эти логические дельты потому что действительно получается исчерпывающий массив информации содержащий полностью всю структуру жизни на уровне ранее недоступном в принципе недоступном понимании никто кроме вас Виктор это не сможет сделать это не сможет сделать друзь вот это можно сделать вот именно от функций характеристик материи именно там пройдя вот эти вот все этапы просто сможет сделать только вы ну потому что никто так не думает вообще о материальном мире как вы чтобы не терять основную ветвь как бы рассуждения мы проговорили следующее что у нас есть вот физический аспект это доступ к технологиям практически мы новый способ получения практического результата в форме технологий в плане физики антигравы так далее воздействие на время трансмутация это вот от первичной разверстки разверстки да от нее дальше у нас получается отдельный раздел искусственный интеллект и возможности решения задач ранее недоступную человеческому мозгу так и дальше получается вот кроме искусственного интеллекта решение задач на биологическом уровне это вот как бы три направления основных дальше еще получается четвертое направление четвертое направление тонкоматериальное после того как мы свернули физику химию органику биологию мы получаем ту же самую схему для работы с тонкоматериальной физикой с тонкоматериальными полями и получаем в плане тонкоматериальных воздействий полностью всю картину в в качестве описания пруф идеал пригодную не просто для работы а вплоть до создания практических технических устройств работающих на тонкоматериальном уровне с полным пониманием всех процессов и всего и всего что происходит в общем да тонкоматериальный раздел я сильно не комментирую по одной простой причине что ну как бы вот через эти дельты можно все без искусственного интеллекта проходить просчитывать но это слишком довольно объемный массив информации который надо удерживать чтобы 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 делать какие-то совсем строгие выводы это слишком большой объем работы я не готов этим заниматься вот основных четыре направления которые позволяют работать в технологическом плане в плане создания простых технологий теперь как это запускать к нашему предыдущему разговору о практике ага у нас есть способ подбросить патроны всем тогда будет большое бурление и есть способ подвести патроны к своим теперь давайте разбираться кто у нас свои кто у нас чужие ну вот это очень интересный преобразователь ага кто свои вот кто свои кто чужие ну скажем пункт если убрать все подробности да которые скажем каждый человек поймет если мы запишем лекцию о смысле жизни да то перешагивать через несколько этапов можно сказать что своими должна являться способная дума часть населения то есть должно быть какое-то способное разумное сообщество которое у меня такой вопрос к вам те люди которые сейчас управляют Россией на ваш взгляд являются этими людьми способными думать алексей тут я хочу прокомментировать просто следующим образом мне есть темы на которые я могу говорить я могу много интересного рассказать но я бы не хотел это делать по следующим причинам вот представь кто-то на ложечке несет яичко из пункта а в пункт б которые если он при этом будет еще собирать бруснику заготавливать дрова на зиму там делать очень какие-то другие вещи то это усложнит переноску яичко будет отвлекать от переноски яичко так в данном случае поговорить о роли правительства и так далее у нас много кто может поговорить и делать какие-то выводы если я буду этим заниматься и заниматься другими вопросами то как бы меньше останется на яичко поэтому я эти аспекты просто упускаю не комментирую не трогаю я считаю что будет достаточно если я буду яичком заниматься так ясно мы отработали направление технологические а кто чужие кто свои я считаю что надо желательно создать сообщество способных думать и запустить развитие этого сообщества способных думать параллельно со среднестатистическим земным сообществом как это сделать об этом надо подумать найти механизм но в принципе для того чтобы реализовывать какой-то проект нужен кадровый состав кадровый состав надо набирать из логичных людей это вот из тех людей с которыми вы общаетесь а я знаю что это достаточно большое количество людей вы этот кадровый состав люди есть я обращаю внимание даже не то что веду базу но конкретно я пытаюсь запоминать людей которые способны думать которые пригодятся которых с которыми можно делать вещи я на это очень обращаю внимание хорошо на ваш взгляд сколько сейчас с вами общается разумных людей я не буду это комментировать ясно так ну что-то не проговорили интересное и важное да наговорили Виктор я хотел у вас узнать а все-таки по свойствам базов авиационного поля у вас лекция через сколько выйдет вообще вы ее готовите или нет есть у вас на нее время Алексей как бы есть план лекций которые важны которые для понимания для развития важны я постоянно эти лекции дополняю пишу но как сказать кроме этого мне приходится в этой жизни заниматься абсолютно далекими от этого всего вещами и эти лекции я пишу урывками получается урывками да на ваш взгляд через сколько через шесть месяцев я не буду давать прогнозы не буду это комментировать потому что я не знаю как будет развиваться за ситуацию ясно и тогда у меня по той части материала которую вы сейчас проговорили тоже есть вопросы можно мне сейчас их задать да конечно касательно вот вы ее называете протоклантовая развертка развертка а правильно ли я вас понял что это развертка которая будет более подробно описывать свойства материи нежели чем таблица Менделеева а Алексей это даже не тот уровень чтобы так вот как-то выражаться мы не попадаем данными словесными формами в результат это абсолютная форма позволяющая свернуть таблицу Менделеева образно говоря свернуть таблицу Менделеева для нашей Вселенной для материи скажем в рамках нашей галактики в рамках нашего ковра галактик свернуть материю в таблицу в рамках других физических условий скажем полный полный абсолютно качественный идеальный объем информации по материи так и для того чтобы все-таки это получить то есть надо написать программу да как бы да программу в которую мы могли бы сейчас закладывать как раз сейчас физико-химические свойства потом биологические и так далее и чтобы получить какой-то конкретный результат для данных физических условий надо сделать просчет умея это сделать проблематично но любую частную задачу можно делать без машины и в частном порядке по крайней мере в частном порядке вот эти забавные вопросы физики я как бы решаю проходя через эти дельты ручным образом ну это очень интересно а вы пробовали решить задачу связанную с созданием гравитационных полей на поверхности планеты земля ну Алексей в смысле имеется решить это применительно конкретным физическим материалом да конкретным веществом из которых можно сделать устройство Алексей для того чтобы непосредственно произвести эти подсчеты их надо произвести я в плане математики я очень нудный и медленный если я сажусь считать я могу месяцами считать я потеряюсь я буду это делать я знаю Виктор но я знаю что это скорее всего одна из задач которую вы сами задавали себе вопрос потому что ей взбодоражено очень большое количество людей я просто на том уровне на котором я прорабатывал я понял что это все довольно приземленно это довольно реально что там ничего сверхъестественного нет это все практически доступно да что это возможно вопрос какие именно материалы какие именно схемы я не вижу даже конкретно великого смысла в это вдаваться потому что это просто требует объема времени объема работ и оно считается ну вы сами хотя бы предполагали так я это все предполагаю а можете как-то вообще прокомментировать сказать технологические вопросы я пытаюсь по максимуму не комментировать потому что это патроны подвозимые непонятные лаги а можете прокомментировать вопрос вернее вот вы в прошлом общении с парнем рассказали что можно ли использовать термин проговорились про то что мы можем что-то расширять потом сужать и вот на этом расширении сужения мы будем получать эффект алексей там как сказать то расширять сужать примеры приводились для того чтобы в голове у человека получающего информацию была картинка для того чтобы получать энергию расширять или сужать ничего не требуется оно уже и расширено и сужено вселенная уже живет в этом процессе к этому процессу просто надо подстроиться его использовать а чтобы человек понимал откуда берется энергия как раз этот образ что материя расширилась разлетелась и этот процесс остановили чтобы он просто понимал разницу между первым и вторым состоянием это понятно что сейчас у нас вся масса в каком-то равновесии находится но мы опять-таки в отношении этой массы можем прикладывать какие-то поля или создавать эти поля эта масса на какое-то время будет разлетаться потом выключаем установку и она опять будет пытаться занять прежнее положение тут фундаментально поля создавать в принципе не нужно все поля есть нужно просто на них воздействовать ограничивать эти поля ограничивать потому что уже есть поля уже ничего создавать не надо хорошо а тогда вопрос по поводу ограничения полей так вы опять лезет я понимаю в технический аспект Алексей я не могу остановиться бывайте следующий вопрос это часть моей жизни я просто не могу думать ни о чем другом технологии вот этот пакет можно реализовывать различными способами но если реализовывать по максимуму то это может иметь например следующий вид ну первым этапом запустили энергетические технологии запустили энергетические технологии мы вошли на энергетический рынок технология которая позволяет генерировать энергию в любом достаточном объеме в любом требуемом объеме генерировать ее практически бесплатно да то есть у нас затраты минимальные это конкурентное преимущество естественно что данная технология как бы вытесняет постепенно с рынка другие технологии это зависит элементарно от ценовой политики плюс к этому ко всему вы получаете инструмент влияния на рынок на энергетический рынок ну например если вы знаете что себестоимость такой энергоустановки такова определенная да вы знаете что со всех энергетических мощностей ценным остаются только сети да непосредственно транспортировка конечному потребителю да ну и еще частично здания в которых вырабатывается электроэнергия они тоже могут быть использованы для установки как раз вот этих бтг ну это вторичный фактор ну принцип понятен грубо говоря можно влиять на рынок теперь это вот мы рассмотрели пример одной технологии мы можем прогнозировать замещение технологий мы можем управлять замещением технологий в мире с вероятностью больше 80% ну что такое замещение технологий ну это вот конкретно простые примеры из прозы жизни когда перешли от дров к электричеству да на дровах сейчас хлебушек никто не печет и грубо говоря такие элементарные моменты можно использовать что касается транспортировки вообще перемещение масс мы получаем непосредственно механизмы то есть у нас есть ценность компаний занимающихся транспортировкой сейчас они могут осуществлять транспортировку да в таких то симах мы знаем как мы можем на этот рынок влиять дальше влияние в плане материалов в плане рынка того же рынка редкоземельных металлов да если мы можем производить из любой рилды любой редкоземельный элемент то мое мнение что это труднопрогнозируемое что произойдет если мы сейчас о изменении свойств веществ или трансмутация вещества как понять труднопрогнозируемое если у вас полностью развертка по данной технологии как это можно осуществить труднопрогнозируемое в плане реализации потому что представьте что одна часть человечества знает об этом а другая не знает ну вот давайте степень влияния на рынок вы знаете как эту технологию запустить знаете что сейчас в установленных экономических отношениях от этого зависит ну к примеру вы можете обвалить рынок какого угодно металла вот дело в том что вся политическая система планеты она будет неспособна в короткие сроки перенести это с легкостью без изменений понятно понятно и причем здесь это это раздражающий фактор ну кого-то кого-то это не устраивает если вы спрагнозировали спланировали как это ввести в рыночные механизмы вы можете минимизировать все побочные эффекты глобально если это все прорабатывать у нас получается механизм влияния на рынок который можно использовать ну да это все как бы определенный коммерческий потенциал задача теперь запустить этот пакет сделать первые шаги с чего запуститься запуститься запускаться можно на пять процентов можно запускаться с расчетом сохранения перспектив на сто процентов если вы рассуждаете про пять процентов то вас устраивает любой запуск программы да мы запустили генераторы да мы запустили их без соблюдения без соблюдения ну первоначальной концепции сохранения информации скажем да мы просто раскидали патроны в первое попавшееся селение чем это среагирует как бы этот процесс ну с разумной точки зрения не очень полезен надо в прогнозируемом русле двигаться ну почему на самом деле вот вы говорите не очень полезен я бы тут поспорил вот и перенес бы сразу на изобретение атомной бомбы если бы это не делалось в каких-то микромасштабах и вред от ядерных излучений не был понятен очевиден представьте Курчатов в своей лаборатории сразу делает водородную бомбу да и у него что-то выходит из-под контроля и она взрывается потому что эффект от базы цена поля гораздо сильнее чем от всяких этих ядерных понимаете и вот тут лучше начинать постепенно 5 10 20 30 и потом выходить на 100 это мое мнение мы маленько говорим о разных вещах так а о чем вы я не понимаю я с точки зрения сохранения людей живыми да людям в данном случае как бы ничего не грозит мы вообще друг друга не понимаем на данном этапе почему вы вот считаете что проценты коммерческие связанные с людьми живыми мы о чем то другом говорим хорошо давайте проясним ситуацию мы сейчас говорим о реализуемом потенциале то есть есть а коммерческом говорим сейчас или ну да давайте коммерческому тоже выйдем то есть понятно что если говорить о коммерческом тогда там сразу на сотку на сто процентов но мы сейчас говорим о эффекте использования базы грационного поля и вот мы начинаем его использовать о безопасности да о безопасности с безопасностью как бы все просто если не давать всем подряд мекопитающим то это вполне контролируемая вещь всем подряд вот знаете как вы оцениваете тот факт что ядерное оружие дали не всем подряд а только восьми странам какой вред эти восемь стран своими испытаниями нанесли планете земля вот это какие то простые вещи о них желательно поговорить или вообще можно о них не говорить ну вот я просто говорю что пожалуйста вред был нанесен и что мы будем этому удивляться сейчас или как ну и если мы возьмем и начнем сразу на сто процентов реализовать этот потенциал не факт что там человечество не будет уничтожено или большая его часть вот вот это вот предложение мне непонятно на сто процентов коммерческий потенциал или на сто процентов гравитационный потенциал гравитационный а что ну представьте вы возьмете и сдвинете планету земля с оси вращение вращение а вот там случайно получилось если не давать всем подряд то как бы в разумном русле двигаться то как бы не надо ни через разряду жизнь жизнь людей будет зависеть от того дали вы тому или не тому вот зачем вообще создавать эту возможность если такое большое количество неразумных людей запуск лучше осуществлять с бестопливных генераторов не летать на них понимаете не летать Алексей ну замечательно как бы мысль это выразить да есть варианты мирного спокойного экологически уразумительного экологически уразумения да использование данного направления и в плане бестопливных генераторов и в плане космической транспортировки и никакой дикости при разумном использовании это не создаст не повлечет ну допустим этот вопрос можно обсуждать либо не обсуждать да давайте его отпустим потому что это человеческий фактор много чего можно напридумывать дальше вот вот мне интересно ваше видение дальше 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 зачем запустили я думаю что надо узким сообществом мыслящих индивидуумов встраиваться в действующую политическую систему экономическую экономическую и реализовывать программу поэтапно постепенно разумно вот вот ваша фраза разумному обществу встраиваться политическую систему я хочу вам напомнить про то что написано в книге аквариум о том как эти политические системы как люди приходят власти в этих политических системах они приходят путем применения силы мы будем удивляться этому сейчас да я вижу что разумных людей которые согласны занимать посты убивать людей шантажировать подставлять очень мало мы сейчас будем этому удивляться я считаю что бессмысленно это все высказали свое мнение я вам говорю во первых это нереально и очень трудно нереально что встраиваться в политическую систему разумным людям вы как это вообще представляете я считаю что надо во первых создать разумное сообщество разумное не должно зависеть от снаряда поправшего в голову кому угодно из решающих ситуацию политиков что это разумное сообщество должно контролировать ход развития событий по данному технологическому направлению что это не должно зависеть от смены власти от осадков и так далее надо изначально выстраивать систему какую-то такую спокойную с и с и ограничением полей встречается у гребенникова как раз описывая свою гравитационную установку именно как вы вообще говорил что именно у него там были жалюзи в виде веера были Алексей я про гребенникова могу сказать следующее я не могу долго потреблять информацию не содержащую информацию поэтому я несколько раз пытался смотреть материалы по гребеннику в давние времена я там информации не обнаружил а у него она распределена очень странным образом по всей книжке очень маленькими кусочками предложениями а иногда даже словосочетаниями Алексей я не обнаружил логичной научной информации я обнаружил художественную литературу я не могу обсуждать художественную литературу в научном смысле для меня литература и не более хорошо а вы можете придавать суду научного трибунала людей которые создают ритмодинамику или альтернативные системы альтернативные таблицы Менделеева так здесь вопрос ритмодинамика это у нас кто? Иванов Иванов по ритмодинамике с Ивановом мы разговаривали в свое время это было давно как бы позиции по ритмодинамике мы обсудили что там как откуда и почему он по результатам ну это мне надо восстановить память я то что помню по результатам беседы он концептуально маленько внес изменения в я чтобы быть корректным сейчас как бы это попасть словами в результат мы обсуждали один момент и он на нем подвинулся в интеллектуальном смысле он признал этот момент и дальше это должно было как-то следовать на его концепцию я сейчас подробностей не помню не мог с тел с мы мы что думали